Библейский портал экзегет.ру представляет Девятая глава книги «Бытия. Перевод российского библейского общества» читаю для библейского портала «Экзегет». Ной заключает договор с Богом. Ной в потоп закончился. Казалось бы, все хорошо. Живем и радуемся. От Ной происходит новое человечество, но этого мало. То есть человек для того, чтобы жить, должен вступить в какие-то определенные отношения с Богом. Собственно говоря, первый договор был с Адамом, но Адам его нарушил. Не есть от плода древа познания добра и зла. Поэтому договор как бы аннулирован. А что дальше? С аннулированным договором человечество впадает в какое-то крайнее нечестье. Оно начинает жить по-скотски. Господь уничтожает это человечество, сохранив только семью Ноя. Что дальше? С Ноем нужно заключить какой-то договор. Ну и, собственно, если верить Библии, этот договор касается абсолютно всех людей, потому что все люди потомки Ноя. Там дальше будет договор с Авраамом. Там будет Новый Завет. Но они касаются либо потомков Авраама, либо тех, кто вступил в христианскую церковь. А вот это договор со всеми. «Бог благословил Ноя и его сыновей. Будьте плодовиты и многочисленны, заселяйте землю. Пусть те звери на земле и все птицы в небе, и вся живность земная, и все рыбы в морях страшатся у вас и трепещут пред вами. Они отданы в вашу власть». Вот прежде там человек возделывал Эдемский сад, господствовал, но здесь эта власть становится еще более суровой. Человек становится таким жестоким иногда, господина. «Всех животных я отдаю вам в пищу, как прежде, отдал зелень растений, а до этого нигде не говорилось о поедании животных. Но не ешьте мясо, в котором есть жизнь, то есть кровь. И за вашу кровь, за отнятую жизнь, я взыщу с того, кто прольет эту кровь, будь то зверь, будь то человек, отнявший жизнь у брата своего. Если кто прольет кровь человека, кровь убийцы пусть другой прольет, ибо человек создан как образ Божий. Будьте же плодовитые и многочисленные, заселяйте землю и господствуйте над нею». Единственное правило, которое накладывается на человека – не есть кровь. Вот почему, кстати, потом, это описано в книге Деяния, апостольский собор в Иерусалиме призывает крещенных язычников не есть кровь, не есть удавление, мясо, из которого не выпущена кровь. Потому что это касается и их тоже. Это не завет с Авраамом или с Монисеем, это завет еще с Ноем для всего человечества. А имеется в виду, видимо, кровь как продукт питания, хотя у многих народов это есть, но и поедание мяса от живого еще, наверное, животного. Бывают, к сожалению, такие очень жестокие кулинарные традиции, если это так можно назвать. И еще убийство карается смертью. Это тоже то, что появляется впервые только здесь. Про Каина мы читали, что когда Каин убил Авеля, Господь его обрекает на изгнание, но не убивает. Более того, дает некий знак для него, чтобы его не убил кто-то еще. «Бог сказал, ну и его сыновьям, я заключаю договор с вами и вашими потомками, и со всеми живыми существами, которые вместе с вами покинули ковчег, с птицами, с котом и зверями, со всеми животными земли. Я заключаю с вами договор». То есть человек — это представитель всего живого мира перед Богом. «Впреть уже воды потопа не станут губить все живое. Больше потоп не будет опустошать землю». Бог сказал, вот знак этого договора, который я заключаю навеки, из рода в род с вами и со всем живым. «Я повесил на облаках свой луг, радугу, в знак договора между мной и жителями земли». Вот радуга — это дуга, да, и она понимается как луг Бога, луг, из которого он стреляет. Такой красивый образ. «Когда я соберу облака над землей, это в облаках появится радуга, тогда я вспомню свой договор с вами и со всем живым, и потопа, который губит все живое, уже не будет. В облаках будет радуга, я увижу ее и вспомню свой вечный договор со всеми жителями земли». Бог сказал, но это знак договора, который я заключил со всеми, кто живет на земле. Радуга — это очень красиво, да, мы знаем ее физические причины, но для человека древности это луг Бога, это некий знак, который он видит. Вот в этом мире он все понимает как знаки. Ну, а дальше история про Ноя. Сыновья Ноя вышедшие из Ковчега, это Сим, Хам и Яфет. Хам — это отец Ханаана. Ханаан, соответственно, предок тех народов, которые жили в стране Ханаана. Трое их было, и от них происходят все народы земли. Ну, а Ною мы обязаны одним очень важным изобретением. Ноя возделывал землю. Он был первым, кто стал разводить виноград. Вот до этого, там, до потопа, изобрели пастушество, скотоводство, изобрели металлургию, а вот здесь изобрели виноград. Неподалеку от Ирарата это, судя по всему, было, вот в Закавказье виноделие возникло, если верить Библии. Но, кстати, современная наука, в принципе, с этим соглашается. Выпив вина, Ноя опьянела, лежал обнаженный в своем шатре. Его на готу увидел Хам, отец Ханаана, и сказал об этом братья. Тогда Сим и Яфет накинули на плечи плащ, Пятис вошли в шатра и прикрыли его на готу плащом. То есть они шли спиной, чтобы не смотреть туда. Они подошли, сбросили с плеч плащ. Сами они смотрели в другую сторону, а потому не видели его на готы. Ноя проснулся трезвым, и узнав, что сделал его младший сын, сказал, проклят Ханаан, последним рабом быть ему у братьев. Здесь немножко нелогично, почему, собственно, за поступок Хама проклят Ханаан. Ну, вообще-то, Ной страдал от похмелья в данный момент, поэтому вряд ли от него стоит ожидать какого-то очень разумного поведения. А потом это, конечно, объяснение того, почему Ханани и потомки Ханаана были в свое время уничтожены в этой самой земле, которую займут потом потомки Авраама. И еще сказал благословен Господь Бог Сима, а Ханаану быть рабом у братьев. Пусть Бог расширит владение Яфета. Пусть живет Яфет в шатрах Сима, а Ханаану быть рабом у братьев. Ну, вот Сим, Хам, Яфет, три сына Ной, от которых произошли все остальные народы. И, конечно, слово Хам становится в русском языке, кажется, только в русском, нарицательным. То есть Хам — это человек, который ведет себя очень грубо. Что сделал этот Хам? Он вынес снаружи тайную слабость отца. Тайную. Очень важно, что Ной, напившись, не бегал там голым по окрестностям с воплями, он тихо лежал в своем шатре, ему надо было дать просто проспаться. Но Хам об этом рассказал. То есть, конечно, слово «хамство» в современном русском языке имеет более широкое значение, но вот его грех именно в том, что он то, что вообще-то не нужно никому знать, делает общим достоянием. Другие ситуации, когда обличается грех, который всем очевиден. Они в Библии, конечно, тоже встречаются, и мы о них будем в свое время говорить, но вот здесь другая. После потопа Ной жил еще 350 лет, прожив 950 лет, Ной умер. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...